В минувшие выходные Эстонию посетилась американская делегация во главе с ее руководителем Милтоном Алварезом. И с этой миссией был посещен ряд реабилитационных центров Эстонии в Таллине и Нарве. Я работала на подпольной по всему миру. Я имела радикальные перемены в моей жизни. И уже 24 года мы ездим по всему миру. Мы помогаем детям, реабилитационным центрам, школам по всему миру. Мы ездим в страны, например, как Австралия. Мы посещаем Малайзию, Южную Америку, Индию. Нет невозможного так, чтобы люди могли подняться и стать кем-то в жизни. В Индии мы работаем с детками, которые на улице. И мы направляем их в сиротские дома. В этом году мы были в Гаити, прямо сразу перед землетрясением. И сразу через 4 дня после того, как мы уехали, началось землетрясение. Где-то 200 тысяч людей погибло. И мы почувствовали, что мы имели возможность вынести что-то положительное перед этой трагедией. В Нарве Милтон Алварес встретился с руководителем нарвского отделения полиции Сергеем Андреевым. В ответ на сувенир, отличительный знак полиции Техаса, Сергей Андреев подарил гостям настоящую фуражку полиции Эстонии. Чем вызвал бурный восток. Привилегии, которые я имею, что я также связана с интернациональной полицией. У нас открытые двери по всему миру. И очень важно, что мы узнаем и отдаем честь той работе, которую полиция делает по всему миру. По завершению визита, направляя Санкт-Петербург, делегация встретилась с первыми лицами приграничного города Нарва. Американские гости поделились теплыми впечатлениями о стране и городе с мэром Тарма Тамисток, который общался с ними без помощи переводчика. В завершении встречи председатель городского собрания Михаил Стальновин подарил американским гостям книгу «Анарус». Мы в Эстонию приехали, чтобы посетить реабилитационные центры. Мы также пришли, чтобы встретиться с отделением юстиции. Немножко понять, получить идеи, есть ли какие-нибудь возможные способы, чтобы мы могли бы помочь. Трехдневный визит американской делегации показал позитивность тесного сотрудничества и смог укрепить контакты между странами.